Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря точно есть на что обратить внимание. Скучать нам не придется, поэтому заранее обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов, за плечами, которые вы используете в торговле и обязательно ставьте стоп-лоссы. Сегодня в 9.00 по GMT нашему вниманию будет представлен отчет по инфляции в еврозоне. Этот релиз точно сможет уточнить перспективы дальнейшей европейской монетарной политики, потому что мы знаем, что все действия Европейского центрального банка, как и многих других регуляторов по изменению корректировки текущей процентной ставки полностью зависят от того, что происходит с инфляцией. Может быть, в ближайшей торговой сессии после нонфармов мы обратим больше внимания на европейскую валюту, и я остановлюсь на этом инструменте, как на еще одном, который можно добавить в наш портфель торговых идей. Но это будет уже, скорее всего, на следующей неделе. Помимо отчета по еврозоне, нас ожидает блок данных по США. В частности, в 12.15 по GMT выйдет статистика по рынку труда США. ADP релиз, который предваряет данные по нонфармперлс, отчет, который крайне важен тоже в определении перспектив уже американской монетарной политики. Мы знаем то, что сейчас рынок крайне чувствителен к макроэкономическим данным. Это наблюдалось нами на протяжении последних двух недель. Сейчас, когда я перейду непосредственно к текущей оценке рынком вероятности повышения процентной ставки по данным инструментов AdWatch, вы убедитесь в том, что рынок активно реагирует на макроэкономические отчеты. И сегодня, даже перед выходом нонфармов, я думаю, что мы увидим еще более серьезные колебания вероятности повышения процентной ставки. И если все будет так, как ожидают эксперты, аналитики, то есть они ждут сегодня крайне слабые цифры по EDP, в частности, по прогнозу 170 тысяч новых рабочих мест было создано в американской экономике в прошлый месяц. Это очень сильно контрастирует с показателем 296 тысяч двумя месяцами ранее. Если данные разочаруют, то, соответственно, вероятность повышения процентной ставки пойдет вниз. Также в 12.30 выйдет релиз по первичным заявкам на пособие по безработице. Но думаю, что он, конечно же, после данных по EDP несколько померкнет и не будет активно браться в анализ. А вот в 14.00 по GMT отчет АСМ производственного сектора важный показатель в понимании текущего состояния американской экономики и того, какой вклад промышленный сектор может внести в будущие показатели ВВП. Здесь тоже, друзья, ожидания крайне негативные. По сути, индекс давно уже находится в зоне спада, то есть ниже 50 пунктов. Но сегодня еще и ожидается снижение 47.00 и 1.00 до 47.00. Поэтому будет крайне жарко на рынках. Мы следим, как и всегда, за индексом доллара 114.18 текущей котировки. Тему дефолта США, потолка государственного долга, уже окончательно мы убрали с повестки обсуждения, потому что знаем, что накануне в Палате представителей, где, собственно, и ожидалось, что законопроект, предложенный Байденом Маккарти, встретит наибольшую критику со стороны радикально настроенных республиканцев, прошел согласование, был одобрен 314 голосов за против по 117. Ну, то есть сейчас уже точно остались элементарные простецкие формальности, которые в целом уже никак не влияют на то, будет ли сделка заключена или нет. Да, она уже заключена, соглашение достигнуто, компромисс есть, голосование в Конгрессе пройдено. Поэтому можно фокусироваться непосредственно на идее повышения ключевой процентной ставки и то, как она будет влиять на курс доллара. Вернемся теперь к этой самой вероятности повышения процентной ставки. Напомню, что еще в начале недели мы наблюдали за цифрами почти в 65-68%. Ну, 65 точно было, 67 с небольшим – это максимум. Сейчас, друзья, вероятность повышения процентной ставки составляет уже 39%. Посмотрите, насколько сильно изменилось рыночное позиционирование, учитывая, что в первой торговой сессии не было каких-то важных релизов. Мы их будем, начнем получать, вот только начиная с сегодняшнего дня. Может быть, на настроение инвесторов повлияли последние данные по уровню доверия потребителей. Там был зафиксирован спад снижения со 103,9 до 102,3. Но это, опять же, попытка лишь объяснить, что могло так сказаться на рыночных настроениях и заставить трейдеров снова поверить в то, что ставка, может быть, и не будет повышена на июньском заседании. Как бы то ни было, друзья, сейчас очень многое будет зависеть от тех данных, которые я уже озвучил, анонсировал. Ждем, фактически до отчета EDP остается несколько часов. Откройте инструмент FEDWatchTool прямо в поиске, так и напишите, поймете, о чем я говорю. Там очень простая диаграмма, можете отслеживать прямо в режиме Realtime. Завтра мы к ней вернемся, то есть к оценке этой вероятности. Но надеюсь, что у меня будет возможность говорить о том, что этот показатель снизился. Потому что я поддерживаю идею слабости американского доллара и ожидаю, что индекс доллара перейдет к снижению и снова начнет претендовать на последующий тест поддержки 102, 101 и 100 х пунктов ровно. Золото 1963 доллара за тройскую функцию, рыночный сантимент почти 50 на 50, поэтому плохой индикатор для принятия торговых решений. При таком нейтралитете лично мне не хватает аргументов, чтобы зайти в длинные позиции. Я на это тоже делал большой акцент, хотя понимаю, что сейчас и разворот очень такой качественный, который может поддержаться еще дальнейшей слабостью доллара. И можно просто опоздать с открытием длинных позиций. Но лучше опоздать, чем войти в неверную сделку с прицелом на средний долгосрок. Фонд в целом в отношении золота позитивный. Можно только лишь коснуться темы повышенного спроса на физический металл. Со стороны центральных банков, в частности Китай, отчитался о том, что в первом квартале купил 100 тонн золота, фактически уже в их запасах 2076 тонн. Но признаю, что рынок, наверное, физического металла сейчас не очень сильно коррелирует с показателями цен, которые мы видим на фьючерсном рынке, на рынке производных финансовых инструментов. Но в любом случае, я полагаю, что при определении все-таки тенденции дальнейшего ослабления курса американского доллара, золото сможет набрать достаточную поддержку. Рынок нефти 7304. Вчера мы достигли нашего целевого ориентира в 72 доллара за баррель. Я предлагаю на текущем этапе, если вы согласны со мной, что рынок может развернуться в любой момент, уже фиксироваться так же, как, собственно, это сделал я. Если вы считаете, что рынок может провалиться к поддержке 70 долларов за баррель, хочу пожелать вам удачи, друзья. Это очень смелое решение держать дальше короткие позиции, потому что впереди заседание ОПЕК, и кто знает, какое решение на самом деле будет принято там. То есть в понедельник нас ожидает очень интересная торговая сессия, не хочется попасть вот в эту пилу волатильности. Я буду искать точку уже входа для длинных позиций, соответственно, буду держать вас в курсе. И британская валюта, наконец-таки мы снова выше уровня 1.24, текущей котировки 1.24.31. Основным триггером роста для британской валюты, помимо того, что доллар локально сейчас слабеет, выступили комментарии главы Минфина Англии Джереми Ханта, который призвал Центральный банк активно повышать процентную ставку, не думая о последствиях в виде рецессии. По его мнению, только лишь снижение инфляции к целевому значению, до которого очень далеко цель 2%, а фактическая цифра по инфляции 87%. Только лишь стабилизация инфляции в районе 2% может впоследствии обеспечить здоровое экономическое восстановление. Но, как отмечено было, до этой цели еще далеко, продовольственная инфляция 8%, в районе 20%, максимум с 1977 года. И, конечно же, такой рост цен на продовольственные товары очень сильно влияет на домохозяйство с низким уровнем дохода, потому что больше приходится тратить на продукты питания и меньше остается средств для альтернативных товаров, продуктов и услуг. В ближайшие дни будет обсуждаться вопрос даже потолочного такого ценообразования с представителями бизнеса. Я об этом ранее уже говорил. Ждем заседания Банк Англии 22 июня. Вполне возможно, что ставку повысить на 50 байсных пунктов, а может быть даже и еще выше. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!